Очень серьезно. Выстраивается работа действительно в рамках такой корпорации, я бы сказал. Мы позиционируемся как финансово-социальная платформа и, конечно же, бизнес-процессам необходимо соответствовать. Меня зовут Суходов Алексей. Я являюсь, здесь мы скоро исправим, то есть мы тоже будем носить некие изменения в структуру топ-менеджмента компании и отныне будем называться как представители Совета правления. Но это все обязательно будет продекларировано в социальных сетях и на всех ресурсах. На прошлых вебинарах я упоминал о ситуации, которая возникает в мире. Сегодня я не хотел бы останавливаться. Уже вот который вебинар, в принципе, я не останавливаюсь, потому что есть у нас о чем поговорить. Сегодня о развитии как Skyworld Community, так и струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это тот проект, который в первую очередь мы сегодня взяли ответственность финансировать и завершить 15 этапов, несмотря на все перетурбации, которые происходят сегодня в мире. Но я хотел бы вам показать одно событие. Многие на самом деле знают стратегию развития группы компаний Анатолия Эдуардовича и с чего, в принципе, начинался его путь по струнной технологии. Это космическая программа. Ориентировочно стоимость космической программы по таким грубым пока что расчетам, потому что конечной цифры, естественно, нет. Это не менее полутора триллионов долларов. То есть большая цифра. Да, действительно, с этим не поспорить абсолютно. Но когда я увидел цифру нового проекта футуристичного MirrorLine, то есть это зеркальная линия, переводится, которая потребует около одного триллиона долларов, я понял, что время таких гига-проектов, о которых говорил еще более 40 лет назад Анатолий Эдуардович, оно пришло. Потому что уже если озвучиваются властями Саудовской Аравии подобные цифры, значит, есть на то потенциальные инвесторы, потенциальные интересы. Значит, зачем бы это все озвучивалось? Планируют построить этот проект до 2030 года, это как оптимистичное желание, но инженерный состав, конструкторы, дизайнеры, то есть техническое сообщество говорят, что не менее 50 лет потребуется на реализацию этого гига-проекта. То есть мы помним проекта НИОМ, тоже в Саудовской Аравии, мы помним также проекта Зелайн, линейный город, и сейчас вот MirrorLine здесь вот неправильно упомянута в средствах массовой информации российских, то есть не Зелайн, а все-таки MirrorLine им называется. Пока мне непонятно, это другой проект, либо тот же проект. И его длина не такая большая, как позиционируется у общепланетарного транспортного средства. То есть по длине экватора позиционируется протяженность общепланетарного транспортного средства. Здесь же всего 170 километров и высота чуть более 500 метров. Представьте, 1 триллион долларов. Просто посчитайте, сколько стоит километров. И в этом проекте идет позиционирование все-таки, что будет возможность добраться от одного конца до другого максимум за 20 минут. И вообще проект задуман так, чтобы жители могли добираться друг до друга за 5 минут хоть бы. То есть это некий пешеходный концепт города. То есть время и линейных городов, по всей видимости, уже постепенно приходит. Городов. И также время общепланетарного транспортного средства по потенциальному бюджету. То есть добавить 50% здесь в плане того, что если триллион будет привлечен на этот проект, то 1,5 триллиона тоже может быть привлечено. Тем более на подобные проекты, которые рассчитаны в виде физической, уже математической, виртуальных моделей. И по которым рассчитана окупаемость, имея в виду общепланетарное транспортное средство. По данному проекту, несмотря на то, что будет предоставляться такая услуга, как подписка на трехразовое питание, будет скоростной поезд курсировать, и здания будут вмещать 9 миллионов человек. То есть это проект по недвижимости получается. Питание будет обеспечиваться за счет вертикального земледелия. Но вопрос по окупаемости этого проекта, то есть насколько просчитана действительно финмодель. Вопрос открытый абсолютно. И я не исключаю того факта, что когда с директором, одним из директором The Line было общение Олега Зарецкого, в том числе на прошедших выставках, что в принципе и по проекту этому будет заинтересованность интегрировать струнный транспорт. Вот это мои предположения. Не могу знать очевидной сути и точных вещей, но не исключаю. Опять же, по окупаемости я очень сильно сомневаюсь в том, что вообще это будет привлекательно для инвесторов, но сейчас экономика находится в упадке, сейчас индекс 500 самых развивающихся компаний S&P индекс, он также падает. Сейчас американская экономика находится в рецессии, и это самое лучшее время запускать подобные гигапроекты, потому что они как раз таки и обеспечат экономику потенциально десяток таких проектов, и можно действительно восстановить мировую экономику, как обычно она и восстанавливалась за счет развития транспортных и инфраструктурных комплексов. Вот это меня очень сильно удивило за прошедшие недели, когда я услышал о таком проекте, и это говорит о том, что мы с вами двигаемся абсолютно в правильном направлении. Я хотел бы вам объявить официально и торжественно, вы все увидите в социальных сетях, потому что сейчас работает синхронизационный чат у нас по маркетингу, по public relations, то есть это уже отделение работы с публикой, пиар, и чего у нас никогда, как у Skyworld Community, не было. И все релизы, все новости, которые будете получать, они будут уже в неком другом формате, более взрослым, более выверенным и более соответствующим международным стандартам социально-финансовых платформ, платформ, как они общаются со своим сообществом. От себя я могу сказать, что я сейчас нахожусь как один из идейных вдохновителей, координаторов вообще программы трансформации сообщества Skyworld Community на годовом трекинге у ведущих экспертов в России, СНГ, и эти эксперты учились в международных школах, то есть можно сказать, что они также одни из сильнейших вообще международных экспертов, и они нас менторят по поводу трансформации сообщества. Я могу сказать, что то, что было выстроено более чем за 8 лет через Skyworld Community, и в принципе было принято как модель, одна из моделей финансирования Анатолия Эдуардовича Юницким, то есть краудинвестинг, краудсорсинг, по-разному можно называть, это сейчас называется вот этими экспертами той моделью, на которую будут переходить многие современные корпорации. Но я могу вам сказать, что в принципе это не так просто сделать, и те, кто не начал с модели сетевого построения корпорации, потребуются очень серьезные затраты, очень серьезные временные промежутки для того, чтобы реализовать программу адаптации сообщества к партнерским программам, либо просто к агентскому вознаграждению. Потому что если не начать с этого, то сообщество людей, оно просто не готово. И я действительно рад и счастлив, что наше сообщество как раз таки начало с этого. Мы сейчас буквально дополнительные ресурсы и дополнительное топливо будем питать для нашего направления уже от традиционного отдела продаж, и мы запустили уже, я являюсь руководителем отделения распространения, как раз таки внутренний отдел продаж ходит в это отделение, и я об этом предупреждал, когда мы запускали на самом деле процесс полидегенерации, что не всегда так будет, не всегда будут контакты потенциальные горячие, теплые отдаваться нашим партнерам, будет выстраиваться внутренний отдел продаж. Но он не мог выстроиться, если не была бы слажена структура маркетинга, пиара, работы с репутацией, работы по-взрослому, так скажем, в социальных сетях, работы мониторинга вообще, что о нас говорят в инфополях, вообще во всем интернет-пространстве и многих-многих других процессов. Потому что все это как раз таки ведет к продажам, к внутренним продажам и будет усиливать те структуры взаимосвязей людей, которые уже сложились с текущими партнерами у нас. Я могу вам объявить, что уже начался набор на вакансию менеджер по продажам в Sky World Community. И сброшу ссылку, обязательно эта ссылка будет прикреплена в тезисах по моему вебинару. Ну, буквально, что требуется от потенциального кандидата, это желание работать и зарабатывать прилично, потому что в лидов очень много. И наши партнеры, которые работают с лидогенерацией, не так прямо качественно и достойно обрабатывают, ну, потому что это дается полубесплатно за минимальную оплату. А МСРМ аккаунт нужно было оплатить, то есть в специальной системе, куда лиды эти падают. А лиды – это контакты тех людей, которые через рекламу, которые мы настраиваем через наш сектор таргетированной рекламы. Я еще до пандемии запустил это направление. И это те люди, которые горячие, их нужно обрабатывать максимально быстро. Вот такие контакты по заполненной форме будет получать потенциальный менеджер по продаже. Опыт продажи должен быть 1-3 года, должно быть свободное владение одним из иностранных языков, от этого будет складываться понимание, на каком из рынков. Естественно, мы фокусируемся в первую очередь на иностранные рынки, потому что в плане привлечения инвестиций наиболее благоприятный сейчас для нас. Приветствуется опыт с большими чеками работы, то есть от 50 тысяч долларов. Постоянное желание развиваться и учиться и знание техник продаж. Остальному обучат наши руководители отдела продаж. У нас два руководителя отдела продаж, и это только начало, потому что по моим подсчетам примерно 100 человек у нас должно быть как менеджеры отдела продаж. Соответственно, здесь потребуется уже 4-5 руководителя отдела продаж. Так получается, что мы берем лучших кандидатов с рынка, которые поддерживают идеологию струнного транспорта, идеологию, цели, замыслы Sky World Community и вообще смыслы, которые закладывает Анатолий Эдуардович в логике того, что мы сейчас влияем на ход развития истории и, в принципе, на общество в целом. Потому что те вещи, которые сейчас происходят в обществе, десоциализация, она, я считаю, уже началась. Когда трансгендеры просто представляют интересы армии, некоторых из стран являются генералами, ну, это уже такие вот вещи, которые невозможно не замечать. И, видимо, какие-то процессы по уничтожению ячейка общества, то есть института семьи, они уже происходят. Поэтому здесь очень важно, что мы как сообщество будем развиваться и нести не только идеи инвестирования в прорывную технологию, которая изменит транспорт, логистику и так далее. Это мы всегда говорим. Но и мышление людей будет меняться. Чем больше наше сообщество, тем больше шансов, что когерентные волны, с которыми колеблется все общество планеты Земля, они постепенно сонастроятся на ту волну, которая действительно будет позитивной в целом для развития человечества. И напишите, пожалуйста, минус, плюс, вот минус, если вы хотите развиваться в логике, как сейчас закладывают глобалисты, если плюс, то это в логике программы ЭКОМИР, ну, либо как минимум вообще трансформации в принципе сознания. Поэтому, дорогие друзья, я повторяюсь, я бы добавил вот к вакансии менеджера по продажам и, конечно же, идеологию, потому что мы, когда начинали работать, на самом деле, еще до формирования орг структуры, ну, невозможно было так вот закладывать идеологию, как закладываю, например, сейчас я в головы молодых, новых сотрудников. И без этого никак, потому что мы делаем очень серьезное дело, и каждый должен ассоциировать себя с тем, что производится. То есть даже дизайнер, он должен понимать, что он влияет на привлечение инвестиций для финансирования той технологии, которая изменит транспорт, логистику и вообще процесс происходящих в социальных явлениях в сегодняшнем обществе. И такие смыслы сейчас закладываются в сотрудников не агрессивно. И кому не нравится, естественно, компанию либо покидает, либо покинет, но у руля остаются отделения, отделов, именно те, кто идеологически поддерживает проект. Напишите, пожалуйста, в чате, вот насколько от нуля до ста процентов вы идеологически именно поддерживаете проект. Потому что именно идеологическая поддержка, она и складывает волевое желание развивать этот проект. Развивать не только в плане того, что, да, все желают получить дивиденды, но вы видите, что происходит в мире, и проект не закрывается, проект не прекращает свое существование. Волевое желание преодолеть какие-то трудности, внутреннее сопротивление, что смещение по планам, естественно, из-за пандемии, естественно, из-за других геополитических различных явлений. Но оно не такое критичное, я бы сказал, потому что более критично было бы, если бы кто-то объявил, что все финансирование и вообще существование операционной деятельности в текущих реалиях невозможно. А это сказали многие бизнесы на самом деле. На следующих вебинарах я обязательно сделаю подборку. Сейчас просто мы выйдем за тайминг, если я буду и это охватывать. На Марьиной горке буквально, вот недавно мы вернулись, за три дня произошла такая первичная трансформация людей, которые пришли на то событие. То есть были наши многоуважаемые лидеры из Кыргызстана, были русскоговорящие и представители других стран, именно тот, кто сформировал уже большие результаты. Было немного людей, чуть более 50, но мы откатали ту систему, посмотрели, как это работает в логике мероприятий уже, которые исходят из трансформируемого сообщества. У меня была другая презентация, думаю, что вы увидите ее тоже в социальных сетях, обязательно разместят. Я, во-первых, как бы вещал без пиджака, потому что мы сейчас позиционируемся максимально открытыми, максимально еще более искренними, еще более эмоциональными, хотя эмоциональность, я могу сказать, нам не доставала ее, и еще более вовлеченными, что же конкретно желает наше сообщество людей, которое и составляет основной актив и ценность SkyWorld Community. И все оценили совершенно иную подачу на этом мероприятии. Елизавета и Яна, Елизавета – это наш проект менеджер платформы адаптации обучения, которая, кстати, эта платформа получила название, название было выбрано самими участниками, то есть было голосование в три этапа, и сейчас платформа адаптации обучения называется как Smart World Community. Были еще варианты SWC Campus, SkyBrix – это на конечном голосовании, и сообщество с большим отрывом выбрало Smart World Community, то есть сейчас сокращенно мы будем назвать SWC – Smart. То есть Smart – это значит умная платформа, это та платформа адаптации обучения, которая позволит нам формировать новые навыки. И поверьте, там будет много всего, что сможет прокачать вас, и вам не нужно будет идти на какие-то тренинги, искать возможность роста для себя в инфобизнесе. Все должно находиться в едином месте. Внутри SkyWorld Community, чтобы тому человеку, который приходит активно и воодушевленно со страстью развиваться, ничего не препятствовало и не отвлекало от достижения результата для него. Потому что когда достигнется финансовый результат, то естественно человек будет мыслить уже на более серьезных уровнях своего мышления, и уровень чека у него обязательно тоже повысится. Обязательно эта презентация также будет опубликована в социальных сетях. Я сейчас даже слайды не стал брать с этой презентации, потому что зачем повторяться, если и так все было замечательно сказано Елизаветой, Project Manager Smart Wall Community. И Яна – это главный методолог, эксперт для работы с иностранными нашими лидерами, партнерами, объясняя для чего вообще мы начали сотрудничать с Яной. Это та девушка, которая адаптирует весь контент. Иногда этот контент нужно полностью переделывать для того, чтобы он подходил именно для той или иной менталитетной группы. Ментальной группы мы их называем. То есть для вьетнамцев свое, для индонезов свое, для киргизов свое, для русских свое. И это не просто перевод на язык. Это именно адаптация. И, возможно, с той точки зрения, как подается для русских модуль по продажам, он не подойдет для вьетнамцев. И мы должны это предупредить, потому что мы должны давать именно ценную, полезную информацию в виде знаний, которую наш партнер может применять и быстро адаптироваться в агрессивных, меняющихся условиях среды. Также была представлена программа трансформации сообщества. Ну и сами наши комьюнити-менеджеры представились. Это Елена Липкинт и Елена Печушкина. Это, кстати, одни из ведущих менторов комьюнити-университи. И на годовом трекинге комьюнити-университи с Еленой Липкинт мы вместе обучаемся. Поверьте мне, там очень ценная информация, которую мы будем применять для еще большего улучшения нашего сообщества. Никогда я так 40 страниц планшета не исписывал за два дня всего. Обычно это 5, максимум 6 страниц. Так как я стараюсь записывать все максимально полезное. Здесь же масса тех знаний, инсайдов. И на самом деле была, так сказано, та вещь, что то, что мы делаем, во-первых, как я повторюсь, многие корпорации захотят на это переходить. То есть это модель развития бизнеса, основанная на сообществе. И то, как мы можем начать мыслить, сейчас мыслят те лидеры, те люди, которые делают самый лучший результат. Это на самом деле мышление чуть больше, чем 5% вообще населения земного шара. То есть у нас тоже имеется определенный кадровый потенциал, как у Unisky Stream Technologies. И это позволит, еще раз, ширяя и увеличивая количество людей, обладающих этим потенциалом, увеличивать наши результаты. Это естественно. От себя я могу сказать, что я никогда не чувствовал, как на этом мероприятии, такой открытости, такой воодушевленности, такой обратной связи, именно обмена энергии между участниками мероприятия. Причем это было сказано не просто, что нужно сказать что-то на камеру. Нет, люди действительно ждут сейчас уже следующее мероприятие. Такое большое массовое мероприятие. У нас пройдет промежуточный тур будет в Стамбуле. Это для золотых победителей. Я искренне надеюсь лично увидеться с рекордсменами Sky World Community. И лично вам представлю программу и Smart World Community, платформу адаптации обучения и трансформации сообщества. Мы пообщаемся и взаимо будем обмениваться теми знаниями, опытом, которые помогут достигать лучших результатов. И далее будет Иссыкуль. На Иссыкуле мероприятие будет позиционироваться. Это Кыргызстан. Иссыкуль – это такая природная мекка, действительно. И это замечательное энергетически заряженное место, которое позволит, я думаю, Киргизии еще больше приблизиться к результату Вьетнама. Там пройдет мероприятие численностью до 350 людей, может быть, будет чуть больше. У всех мероприятий мы ставим финансовые показатели окупаемости и достижения наших целей. Каждое мероприятие, оно формируется в логике календаря мероприятий, которое исходит от архитектуры сообщества нового типа, которую мы закладываем. Малые мероприятия, мы их будем, этой концепции будем вас обучать. Сейчас формируется модуль вообще по сообществам от Яны и от наших архитекторов. И Яна будет спикером на русском, на английском, на французском языках. Кстати, представьте, молодая, активная специалист, разговаривающая на трех языках. Вот таких людей мы с радостью принимаем в команду те, кто идеологически поддерживает проект. И Яна будет давать модуль обучения, как формировать ваши микросообщества среди партнеров, которые только-только присоединяются к вам. Как их вовлекать, как не агрессивно что-то предлагать, но прокачивать их не только идеологией, но и вообще интересом к тому, а какой вы человек, а какой вы лидер, а какую программу развития микросообщества вы выстраиваете. То есть, может быть, это бизнес-завтраки, может быть, бизнес-ужины, может быть, бани, может быть, это совместные игры, может быть, это совместная активность. И это, я говорю не просто так, потому что на Марины Горке мы, может быть, кто-то захочет улыбнуться, мы играли даже в киргизскую национальную игру. И она классная, она интеллектуальная. Она говорит о том, кто же успеет воспользоваться возможностью. То есть, выглядит так, что по кругу люди бегают, кто-то бросает ткань и начинает убегать от того, возле кого бросили ткань. А тот должен догнать. А первый должен присесть на место того, кто за ним побежал. То есть, это жизнь, это модель жизни. И это геймификация. Это можно применить в виде социальной механики. Но опять же, в какой-то стране это сработает, в какой-то нет. И мы будем вас обучать, будем вытаскивать вот эти вот традиции, менталитет для того, чтобы максимально чувствовали партнеры, которые к вам присоединяются, как дома у вас, в вашем микросообществе, лидером которого вы будете являться. Поставьте вообще плюсики, минусы. Кому хотелось бы не просто вести за собой людей, а вести, обучившись и понимая, как действительно координировать деятельности, масштабировать вот это сообщество, которое может начаться с 10 людей. А потом я могу сказать, что с помощью того ресурса, который мы запускаем, и программа трансформации сообщества, и платформа адаптации обучения Smart World Community сможет масштабироваться это сообщество очень быстро и до десяток, и до сотен тысяч людей. Для чего мы это и делаем? Для того, чтобы максимально распространять информацию об том, что мы существуем, что мы делаем, не агрессивно, опять же, очень виртуозно, очень дипломатично. И поверьте мне на слово, что в тех странах, где пока что имеется 2-3 лидера, очень быстро начнется рост, как только они будут использовать методики сообщества нового типа Sky World Community и платформы адаптации обучения. Ну, по платформе адаптации обучения я согласен, что, в принципе, это наша, в первую очередь, задача и сделать локализацию, и сделать адаптацию под традиции и менталитет тех или иных групп. Если говорить еще про новости, вы видите, что примерно 30 минут от первой части вебинара я говорю про новости Sky World Community. Заработал в полной мере маркетинг, никогда у нас его не было у Sky World Community, будет выстраиваться уже орг структура внутри отдела маркетинга, заработал в полной мере пиар, заработал в полной мере отдел серм защиты репутации, заработал внутренний отдел продаж, и я думаю, что примерно за несколько недель мы сформируем первых менеджеров, уже обученных, и они начнут составлять, не побоюсь этого слова, конкуренцию, пока небольшую, тем партнерам, которые сейчас развивают проект. Но нет тут конкуренции, как я сказал в своем выступлении, нет конкуренции, и понятие лидерства, есть смысл, ради чего мы это делаем. И, естественно, внутренний отдел продаж, он будет помогать для достижения общих, более серьезных результатов в тех регионах, в тех странах, может быть, где по лидогенерации партнеры как-то не так профессионально, ни с силой, ни с отдачей работают. Естественно, там будут работать профессионалы, потому что мы не можем сейчас допустить какого-то неоптимального расходования наших ресурсов. И в завершение я скажу, что у нас тоже произошло обновление, трансформация. У нас в новом формате заработало отделение построения. Это то отделение, которое отвечает за найм, за адаптацию сотрудника, за регламенты, за политики. Внутри SkyWorld Community. Представьте, казалось бы, личный кабинет, и многие не знают, что это за компания. Нет, это такая вот серьезная, уже формирующаяся социально-финансовая платформа. Ну вот, дорогие друзья, напишите от 1 до 10, как вам новости внутри SkyWorld Community. Я мероприятия не буду освещать, фотографии даже не вставлял. Все расскажут, релизы, которые вы увидите в социальных сетях. И давайте посмотрим, что же, во-первых, действительно происходит внутри производственных площадей и вот этого красавца 25-местного подвижного состава я увидел воочию. Я увидел внутреннюю начинку, что скрывается в логике ноу-хау под верхней частью подвижного состава. Это модульная конструкция, сам подвижной состав, он может отсыпляться и отправляться на ремонт, заменяться другим. Но то, что увидел под корпусом верхней части, это поражает воображение абсолютно. То есть это сложнее, чем поезд однозначный. Это не намного проще, чем самолет. И то, что находилось несколько в другой стороне, мы увидели своими глазами Unicont. Unicont – это просто что-то из будущего. Я вам рассказываю эмоции, потому что я не могу показать фотографии. Это то, что сейчас является закрытой информацией, и у всех, кто посещал производственные площади, мощности, забрали телефоны. Но это изменит навсегда грузовую логистику мирового масштаба. И как только это будет продемонстрировано на 4-5 трассе, вы увидите, что у 4 трассы уже монтируется струнная путевая структура, достраиваются объекты инфраструктуры. И я переспрашивал у топ-менеджмента Unisky Stream Technologies, когда будет запущена трасса для того, чтобы 25-местный подвижной состав уже смог перемещаться. То есть представьте, там, да, действительно, естественно, для сертификации будет перемещаться 25 человек. Это уже совершенно другая нагрузка на путевую структуру. И Unicom совершенно других размеров, не того усеченного размера, который сделали в качестве преддемонстрации грузовых перевозок на трассе на 500 метров, включая по 50 метров на объекты инфраструктуры. Так, трасса 400 метров, первая трасса. И здесь я могу сказать, что действительно это серьезнейшая разработка. Я даже не могу представить, сколько, если заказать какой-то автомобильной машиностроительной корпорации, сколько они делали бы вот такой заказ с момента концепта до реализации. Здесь все готово. Все уже подготавливается для того, чтобы до осени, когда будет подключено электричество, установлена путевая структура, доработана вся трасса до конца осени. До конца осени все это переместится уже на четвертую трассу в Шарже. А этого ожидают, в принципе, многие заказчики, которые хотят в реальных полевых условиях, которые требуют их проекты, увидеть действия тяжелых грузовых и пассажирских подвижных составов на трассе, которая может выдержать абсолютно эти нагрузки. И это будет до конца осени. То есть пессимизмом это берется. Я считаю, в принципе, по технологическим каким-то новостям на этом можно и закончить. Обычно IPO, те компании, которые предполагают, либо пред-IPO, они вообще говорят, что вот там через год что-то будет. Инвестируй или не инвестируй. Хочешь – пожалуйста. Не хочешь – жди. Вот так обычно делают компании. То есть такой открытости и такой осведомленности, как делают те компании, и мы будем закладывать тот стандарт, который осуществляют через модель сетевого построения корпораций, финансирование стартапа, не делает никто абсолютно. Минскайстринг-технологиз развивается действительно по всему миру. Я не могу предположить, сколько проектов дополнительно появилось. И, естественно, 1 цент на 1 тонн километр, 1 доллар на 100 тонн на километр – это беспрецедентная, абсолютно суперконкурентно способная цена грузовых перевозок. Как только это будет продемонстрировано, я не знаю, сколько адресных проектов сразу пожелает встать в очередь, помимо тех проектов, с кем уже подписаны контракты. Получаются сейчас все дополнительные требования для обеспечения соответствия нормам и критериям будущей сертификации уже для тяжелых подвижных составов. Компания-разработчик еще больше развивается и позиционируется как и научно-производственная конструкторская корпорация предприятия, так и научная организация на территории Республики Беларусь. До сих пор открыт вопрос, на территории чьей же страны будет реализовываться высокоскоростная трасса. Компания-разработчик струнного транспорта прошла международный финансовый аудит. С 2015 года эти аудиты проходят. Также, если говорить про кадровый потенциал, сотрудники компании, есть сотрудники, которые входят вообще в то количество студентов, тысяч студентов, которые прошли тщательный отбор и сдали экзамен. То есть, чтобы получить сертификат Portfolio Management Professional, ну, вообще требования – это 4 года в управлении портфелем и 10 лет опыта в области управления проектом. Представьте, вот сколько еще таких специалистов обретет компания. Сколько специалистов будут переходить из других компаний. Как, в принципе, в Skyworld Community с радостью переходят из других компаний, даже с текущих мест работ. Если говорить по делегациям, встречам, кто-то может думать, что просто приезжает делегация и ничего потом не происходит, это первый этап, дорогие друзья. Приехала делегация, наметилась программа, сформировалась рабочая группа и далее уже в виде делегации может Олег Зарецкий либо другие представители ехать уже на территорию стран для изучения проектов, для изучения территорий, для изучения местности, на которой будет реализовываться потенциальный проект. То есть это многоступенчатая такая история. И, естественно, Skyworld Community предоставляет потенциальные запросы по адресным проектам. Кстати, сейчас тоже об этом будет официальная новость. За адресные проекты отличает человек, человек, который доказал действительно своей неимоверной ответственностью, профессионализмом, возможностью координации предпроектной работы на той стадии, на которой может реализовывать Skyworld Community. Влад Волков будет возглавлять отдел подготовки адресных проектов от Skyworld Community и Skystream Technologies. Это официально сейчас согласовано, уже было во время встречи с генеральным директором Надеждой Геннадьевной Косаревой, и будет также размещено во всех социальных сетях. И только к Владу Волкову можно будет обращаться по адресным проектам. Все контакты должны идти через него. Он является фильтром в лице нас, как правления Skyworld Community, перед передачей потенциального проекта в Unisky Stream Technologies. Естественно, когда проект будет реализован, все участники, и тот, кто предоставил контакт, если проект реализовался, получит свое вознаграждение абсолютно по мере участия. Никто абсолютно не будет забыт. Если говорить про сравнение, на прошлых вебинарах я говорил про Лисота, что делегация приезжала в Шаржу с Лисота, потом уже делегация от Unisky Stream Technologies встречалась с премьер-министром страны на уровне президента, лично Анатолий Эдуардович, не исключая, что может встретиться. Бизнесмены из Ганы протестировали пока что транспорт в Шарже, я не исключаю, что будет как раз-таки встречная делегация для более плотного обсуждения в ближайшем будущем в Ганну. Такой процесс, и это рабочий процесс, рабочие моменты, которые уже опробованы и достигают свою эффективность. Ну и, естественно, Unisky Stream Technologies использует ресурс университетов. Например, в Шаржу посетили участники фонда Рубукарн, который занимается развитием талантливой молодежи в Арабских Эмиратах. Это подрастающее поколение, и как раз-таки я не исключаю, что именно эти ребята смогут развивать на иностранном пространстве струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, когда этим заинтересуются. Очень важно сейчас сеять зерно осознанности и зерно формирования будущего в головах тех молодых ребят, которые уже талантливы, которые показывают технические способности. И с радостью, естественно, Unisky Stream Technologies, способ прохождения собеседований, сможет их понять и принять в качестве сотрудников. Начинающие специалисты также выбирают проект струнного транспорта. И в данном случае это специалисты по социальным сетям. LinkedIn очень важен для развития деловых связей, струнных технологий. И уже проходила стажировку студентка Амна Али Абдула Биндхайда Аль Али. Это студентка высших технологических колледжей. То есть это серьезное такое учебное заведение, которое именно специалистов-маркетологов выпускает. И эта девушка отметила, что, в принципе, компания представляет огромный потенциал вообще, в принципе, для развития Арабских Эмиратов. И в инфополях занимает достаточно серьезное место. То есть она с радостью и с четким пониманием будет развивать это направление, потому что это и представляет будущее, в том числе, Арабских Эмиратов. То есть кадровый потенциал, он расширяется еще больше. Пока что пауза по выставкам. Но вы видите, сколько выставок было представлено. Это, опять же, стратегические шаги для того, чтобы встретиться с необходимыми лицами, принимающими решения непосредственно на территории их стран. не просто так участие на выставках, чтобы представить технологию. Нет, этот этап уже давно пройден для того, чтобы провести стратегические переговоры. Вы помните развитие строительства на территории Шаржи. Кто-то говорит, что долго. Я могу сказать, что вообще создается, на минуточку, новая отрасль с нуля. То есть это то, чего не существовало ранее. Те стандарты, которые не закладывались, те объекты инфраструктуры. И, как сказал в своем интервью, обязательно мы будем разбирать интервью Анатолия Эдуардовича, более досконально на следующих моих вебинарах, что создается не просто подвижной состав, создаются объекты инфраструктуры, создаются инженерные коммуникации, стандарты новые, создаются системы автоматизированного управления, диспетчерская, создаются, естественно, сами подвижные составы, стандарты путевых структур, которых не существовало ранее. И все это делается, я считаю, с учетом того, что это не было ранее в мире, и невозможно, недопустимо допустить ошибку в Шарже достаточно оптимальные сроки. И, как компания декларировала, что до конца осени трасса 4 должна заработать и принять уже на себя нагрузку от 25-ти местного подвижного состава и Юниконта. Установка анкерных узлов завершена, размотаны все тросы, сейчас уже идет, я думаю, что процесс натяжения путевой структуры. И даже вот размотка тросов, она происходила по стандартам, для того, чтобы ничего не запуталось, для того, чтобы была обеспечена именно та нагрузка, которая оптимальна и необходима для перемещения подвижных составов. Крайняя фотография, которую мы получили, и огромная благодарность Юническая Стримотехнология за этот материал, что начался монтаж уже стальных балок сотрудниками компании специальной, на промежуточных опорах испытательной трассы. Это не просто построить мост. Мосты строились не раз и построятся еще не раз. Это то, что делается впервые в мире. Да, были испытания, конечно же, на территории Республики Беларусь, но здесь все строится на чистовую. И это не то, что когда-то Стив Джобс в своем гараже испытал, и компьютерную плату можно заменить. Никто не пострадает, если что-то было сделано неправильно, даже если компьютер загорится, его можно потушить. Что не скажешь о современной рождающейся транспортной инфраструктурных комплексов ближайшего будущего, которую уже в настоящем мы видим. Здесь цена человеческой ошибки либо компьютерной ошибки недопустима, потому что это может повлиять на безопасность, это может повлиять на репутацию страны. И той, на территории, в которой происходит строительство, и той, на которой территория происходит проектирование и создание моделей подвижных составов, расчет путевых структур и так далее. Поэтому, естественно, сроки берутся с запасом, потому что попытка только одна. И Анатолий Эдуардович не раз доказывал, еще в далекие 2000-е годы на территории Российской Федерации он сам лично встал под путевой структурой, когда поднимался ЗИУ, чтобы доказать, что путевая структура выдержит. Многие не верили, но путевая структура выдержала. Уже в открытом доступе, я на прошлом вебинаре говорил, что появились некие концепты даже проектов. И если это появляется в открытом доступе, представьте, насколько мощная сейчас идет проработка по Руани. Естественно, это не то, что будет в реальности. То есть все говорит о том, что проект развивается теми шагами, которые позволяют сейчас сделать современную действительность. И я лично очень жду осени. Мы не будем сложа руки ждать осени, потому что я не исключаю, что уже первые серьезные результаты работы внутреннего отдела продаж мы достигнем, работы выстраивания, работа по выстраиванию бренда на кругах интернета и вообще в средствах массовой информации, как Sky World Community. И совершенно другое отношение наших партнеров и компетенции, защиты бренда в качестве укрепления репутации. Нам предстоит огромное количество задач. Мы всегда рады тем ролям, которые будут выдвигаться внутри нашего сообщества, что придут действительно достойные кандидаты, потому что никто, кроме нас, этого не может сделать. Даже приход крупных инвесторов и ряд из них сейчас прорабатывается. Это долгосрочные сделки. Они не появились просто так. Они появились из модели построения бизнеса, основанной на сообществе, которая является моделью, на которую будут опираться бизнесы и корпорации в самом ближайшем будущем. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Такая информация на сегодняшнем вебинаре. Я вижу, что зрителей было мало. Это обоснованно, потому что, по идее, сегодня мой вебинар по расписанию почему-то должен был начаться на 2 часа позже. Ну, ничего страшного. Остальные все посмотрят в записи. Благо, она идет. Я буду рад комментариям, на которые я отвечу уже на следующих вебинарах. И мы, как сообщество, стремимся к тому, чтобы каждый был услышан. Если есть вопросы у тех, кто смотрит меня в YouTube, то, пожалуйста, задайте. Если нет, то я буду завершать. Ну, и по традиции, пожалуйста, может быть в комментариях, либо в YouTube поставьте от 1 до 10, такая NPS-ка, то есть оценка обратной связи от зрителей, как вам информация на сегодняшнем вебинаре. До скорых встреч. Традиционно, через 2 недели на вебинаре все самое интересное и актуальное, то, что происходит в SkyWorld Community и около Unisky Stream Technologies. Также эту версию ведет мой помощник, ассистент Леонид на английском языке. Пожалуйста, передавайте партнерам и следите. До скорых встреч. Пока. С вами Алексей Суходовев. Субтитры создавал DimaTorzok